Во-первых, у нас население тут не такое большое, и творческой молодежи не так много, как хотелось бы. Как в Кишиневе, допустим, если сравнивать. Поэтому того помещения нам хватает. Практически не стоит выбора остаться или уехать, если ты, не знаю, хорошо образованный, довольно образованный человек, тебе просто становится на каком-то этапе здесь нечего делать, тебе скучно. Если ты не уехал, ты, наверное, что-то не так сделал. Это я могу про себя сказать. Меня зовут Аня Галатонова, мне 28 лет. Не знаю, как себя позиционировать, у меня всегда с этим проблемы. То есть у меня журналистское образование. Я некоторое время увлекалась документальной фотографией. Сейчас я чаще всего, особенно ближе к весне, позиционирую себя как организатор документального фестиваля. Фестиваль документального кино «Чеснок» в Приднестровье. Меня зовут Илья Бугай, мне 17 лет, я учусь в школе. Я родилась в Малоежтых. Я родилась в Григориополе, там прожила 16 лет, закончила школу. И, как обычно это бывает у ребят, которые живут в маленьком городе или в селе, у них есть цель побольше – это столица. Ну, столица оказалась маленьким городом Террасполь, и здесь я закончила кафедру журналистики. Самые тёплые воспоминания у меня о селе Чобручи, где мои бабушка с дедоской жили, там, конечно, всё со мной происходило. Взросление, там, чтение летом книжек, ну, то есть, там, на летних каникулах я проводила время, я не знаю, что это вообще. Всё, что я люблю вот в селе и в Молдове, это всё связано с Лоном Чобручей для меня. А я, нет, лишена братьев и сестёр, к сожалению, не случилось, конечно, это меня немножко печалит. Мама даже сейчас говорит, ой, как жалко, вот мы умрём, и у тебя никого не останется на белом свете. Мама, конечно, слишком наперёд думает, но в целом я часто чувствую одиночество. Учатся, приезжают обратно. Чаще всего учиться уезжают, потому что тут с образованием плохо. И, как бы, даже если тебе нравится Приднестровье, но ты хочешь получить хорошее образование, то ты тут его не получишь просто-напросто. То есть, конечно же, все тенденции, которые существуют в мире, рано или поздно у нас появляются, потому что это, как бы, идеи, которые уже где-то существуют, уже имели успех, и ты их просто перенимаешь на свою почву. Что-то срабатывает, что-то нет. Да, и, ну, там, с фестивалями, да, это чудесно. И у нас очень много людей ездят в Кишинёв и вообще в Молдову на все эти фестивали, там, Густар и День вина и так далее. Здесь тоже пытаются что-то такое сделать, но у нас, я не могу, как бы, не использовать это слово «монополия», и поэтому сложно маленьким коммерческим предприятиям каким-то образом собраться вместе, да, и организовать, например, какую-то ярмарку. У нас тут выбор небольшой. Иногда ходим в картины в галерею, иногда в Клуб 19. Это, наверное, единственная такая площадка, где, единственная вообще в Приднестровье площадка, наверное, я не знаю, и где молодежь может организовывать какие-то мероприятия, свои, там, концерты или творческие вечера. И как бы, ну, вот и всё. Ну, и ещё вот у нас есть дворец республики, где выступает симфонический оркестр порой. С Молдовой отношения вообще отличные. Ну, типа, как мы, молодёжь, относим к Молдове. Ну, у нас куча друзей там с Кишинёва. Мы обожаем молдавские сёла, мы путешествуем каждое лето практически там на самый север, на самый юг. Что касается, ну, старшего поколения, наверное, у них есть какая-то всё-таки внутренняя обида ещё на то время, когда, ну, так просто ни с того ни с сего. Ну, я просто считаю, что нужно как бы прощать, даже если что-то там и было, то какой смысл держать обиду? Я думаю, что эта ситуация вполне выгодна практически всем, которая есть. И вот этот немножечко, ну, как, замороженный вот этот конфликт. Все привыкли к этой ситуации. Это можно сказать, на мой взгляд, в какой-то степени, это история успеха замороженного государства, когда внутри себя оно каким-то образом наладило, да, свой быт там, своё производство там и так далее, и так далее. Конечно, есть изолированность, например, в том смысле, что как преподается история в школе. Что у нас нет, как бы считается, соседей, да, но у нас нет в базовом пакете каналов молдавского ни одного канала. Ну, это, конечно, всё искусственные рамки. Благодаря интернету они исчезают, и как бы это уже выбор людей не знать альтернативной информации. В общем, нет, только по-русски говорят. Преподают в школе молдавский, но его преподают ужасно. Ну, молдавский, который накирилит. Для меня это, конечно, непонятная ситуация, было мы учили не первое интеллектуальное открытие. То есть я помню себя довольно в школе ограниченным ребёнком. Ну, так, чтобы прямо чем-то интересоваться, кроме школы, нет, не было такого. Но я вот упорно не понимала, почему мы учим молдавский, почему мы гордимся этим языком, который я не смогу использовать вообще больше нельзя в мире. Мы недавно разговаривали с моим учителем начальной военной подготовки, ну, про 92-й год, и он говорил, что у него были знакомые вот как бы мать, и у неё двое сыновей, и один как бы на стране Приднестровья воевал, а другой на стране Молдовы. И они вместе обедали там у неё дома. Ну, конечно, у государства есть своя траектория, как бы у полноценного государства, каким стремится быть Приднестровье. Должно быть всё своё, гимн, там, валюта, всё-всё-всё, в том числе и культура. Ну, как бы, и поэтому есть, конечно, какая-то государственная культура, есть документальное кино, которое показывают по государственному каналу. Это всё как, ну, номинально это всё должно быть, конечно же, но какое-то отношение имеет там к 21 веку и к современному, да, течению к современному искусству, я не знаю, не имеет. Оно тоже интересно, конечно, но с точки зрения просто исследования. Во-первых, есть интернет, он всем доступен, и там можно получить любую информацию. А там, допустим, какая-то пропаганда на телевидении, хотя её уже практически нет, наверное, я просто не смотрю телевизор, она есть везде, в каждой стране, там, все, ну, идеализируют свою страну.